Семь проблем математики третьего тысячелетия. Есть такой список, который выпустил институт Клея. Этот список содержал самые, с их точки зрения, великие нерешенные задачи, за каждую из которых он выписал немалый штраф, хотел сказать. Гонорар. Наоборот, да? Да, только сейчас, буквально, через две минуты мы... Садитесь, садитесь. Нет, нет, я хочу выключить проект. Да, ну это сейчас... Через две минуты, можете выключить? Да, через пять. Вот. И если вы там наберете, например, гипотеза Ходжи, да, одна из этих семи, вы гарантированно не поймете ни одного вообще слова, ни одного сочетания слов, да? То есть это будет как что-то на древнекитайском. Вот. Но! Но! Бывают знаменательные исключения. Об одном из исключений я позже буду говорить. Видите, это великая теорема фирма, которая формулируется вполне понятно, ну, скажем так, шестикласснику, пятикласснику, который не прогуливал уроки математики, уже понятна формулировка. Но! В этом случае доказательство чудовищно сложное, когда эта проблема решается, да? Она решается так, что, опять же, человеку с университетским образованием непонятно ничего. Вот, например, мне. Ничего. Ну, как бы, дальше тридцатой страницы, грубо говоря, начинается полный лирс. Первые тридцать страниц более линии. Понятно, что происходит. А дальше начинаются какие-то шуткие проверки, которые там, следить за ними невозможно. И даже если ты следишь, там, теряешься, как бы, в этих взаимосвязях. В общем, это что-то жутко сложное. И, как правило, такие. Но есть, наверное, одно великое исключение. Невероятное совершенно исключение. Это древнейшая задача о разрезании равностороннего треугольника. Значит, задача формулируется так. Есть равносторонний треугольник, и нужно его разрезать на n равных частей просто. Вот такая вот, ну, ничего, да, проще по формулировке нельзя даже придумать. Ну, что может быть проще, да? Но только понятие равное здесь требует некоторой расшифровки. Что означает равные фигуры? Кто мне скажет? По площади. По площади, на самом деле, накладывается. Правильно. А по площади неправильно. Потому что по площади это следствие. Но, бывают фигуры равные по площади, но несовмещаемые. По определению равенство именно так и определяется. Это значит, что существует движение плоскости, переводящее одну фигуру в другую. То есть можно наложить одну на другую, и они западут. Так вот. Поэтому, скажем, вот такой ответ, что я делю на n частей нижнюю сторону и провожу вот сюда вот эти линии, он неправильный ответ, потому что части эти будут равные по площади в силу формулы площади треугольника. Но они несовмещаемы друг с другом. Поэтому этот ответ не годится. И задача имеет какие-то очевидные решения при маленьких n. Ну, например, на две части. Понятно, да? Просто провел бисектриса высоту, она же медиана. Бисектриса, она же медианная высота точнее. Можно на три части поделить, если провести три таких, да? Ну, и взять, например, вот такие части. То есть можно... Ну, или обратить внимание, что мы сейчас поделили на шесть равных. Ну, и после того, как мы по две их сгруппируем, получится... Можно вот так, можно вот так. Вот три. Значит, на три, на шесть третью умеем. На четыре кто скажет как? Угу. Вот три. Слово средняя линия слышал. Средняя линия, действительно, средняя линия. Вот. Более того, способ деления на четыре, он интересен чем? Что после этого любое решение на n равных частей превращается в решение на четыре. Понятно ли, что я сказал? Предположим, я умею разделить треугольник на 13 равных частей. Тогда каждый из них делю на 13, так как они одинаковые, вот эти четыре, и исходно тоже, ну, как бы они равносторонний треугольник, да, по степеньшему размеру. Ну, соответственно, будет 13-13-13-13-15-2. То есть можно учетверять любое решение этой задачи. Вот. Ну, а вот теперь, ну, там, когда у меня настроение кого-нибудь патрулить, я в углике задаю задачу разделить на пять. Ну, вот однажды в городе Мурманск было мероприятие, открытая лекция по математике, при местном прям ином, ну, вот, в департаменте образования Мурманск. Мурманской области, знаете, что чем севернее, тем адекватнее чиновники. Это такой интересный принцип. Я не знаю, в чем причина, скучный, там, климат сплачивает, да? Тяжелый климат сплачивает люди со словом и мерзким характером там не выживают. Вот. В общем, вот одно из немногих мероприятий, которое проходило официальным образом у меня, да, там, департамент образования, оно было в Мурманске. И туда собрали со всех городов главных Мурманской области, привезли школьников из всех таких, как бы, наиболее сильных школ. А был человек 300, огромный зал было такое, значит, ну, и, в общем, школьники были чрезвычайно активные. И когда я решил их потроллить, я им задал задачу разделить треугольник на пять равных частей. После чего, в течение где-то двух минут, одна девочка, пятиклассница, поднимает руку и говорит, вот. И показывает картинку, примерно так устроенную, значит, тут так вот, как бы, косым образом висит вот так вот, тоже равносторонний треугольник, и он еще разделен вот так. Но все-таки ни при каком выборе этой точки не получается, вот, чтобы эта часть и это оказались равны друг другу. То есть визуально кажется, что вот вам решение, да, но при проверке оказывается, что этого решения все-таки нет. Вмудрено, потому что эта задача являлась открытой математической проблемой с древних времен, с античных, с античных времен, по, извиняюсь, 2013 год. В 2013 году. Недалеко отсюда есть такой город Екатеринбург. Ученый из Уральского отделения Академии наук Михаил Патракеев объявил о решении этой задачи. Значит, до этого было много разных задач, которые были сформулированы в античное время и были очень простыми по формулировке и понятными, но решены были с помощью тяжелейшей техники, которую выдумал Эборист Галуа в начале 19 века, в компании с Ферма, Эйлером, Гауссом, не знаю, Чебышевым и так далее. Всеми, кто тогда работал. То есть, это была такая революция решенных задач в начале 19 века, два века назад. И там, значит, были решены задачи на построение. Но они все были решены в отрицательном ключе. Почти все. Почти все задачи были решены в отрицательном ключе. То есть, например, было доказано, что нельзя с помощью циркуля и линейки разделить произвольный угол на три равные части. Ну и вот в таком же духе остальные эти доказательства занимали, ну типа, по 40 страниц. Вот, скажем, доказательства про вот эту три секции угла, про проведение этих самых, про разделение на три равной части угла. Я его знаю, я считаю, по нему курс время от времени для очень сильных школьников-мат-классов это три акции. То есть, это такое очень трудное доказательство методами начала 19 века. А Михаил Патрокеев объявляет, что он не только доказал, он не только решил эту задачу, он ее решил в положительном ключе. Это что значит? Это значит, что он сумел разделить равносторонний треугольник на пять равных частей. Сумел. Не доказал, что это невозможно какими-то суперметодами, да? С помощью каких-нибудь капляционных чисел там или чего-нибудь в этом духе. Нет, он просто показал. Он просто взял и показал. И я сейчас вам тоже покажу, если интернет мне позволит. После этого он на экран выключил. Но я не знаю даже, что вы сказали. Так вот, какой-то окей надо сказать, да? Да. Окей. Так, прошу прощения. Она меня игнорирует. Знаете, анекдот? Доктор, доктор, простите, помогите мне, пожалуйста, меня все игнорируют. Так, следующий! Вот это меня... О, вы расколдовали, да? Нет, все равно нет. Я предупреждал, с техникой ситуации. Да, да, все-таки навсегда. Так, и теперь надо набрать фразу треугольник Патракеева. Треугольник Патракеева. Но, ребят, это не для слабонервных. Я предупреждаю. Это не для... Вот он уже подсказывает. Подсказывает уже. Валя! Красиво. И ля-ля! Вот он! Треугольник Патракеева. И вот пять частей равных, на которые Патракеев разрезал равносторонний треугольник. Вот. Так. Ага. Это, кстати, мой друг Сережа Маргелов. И почему-то попало на его этот сам. Ну, достаточно. Нормально. Все видно, правда? Не видно из-за экрана. Вот. Каждый цвет это одна часть. Желтая часть состоит из вот такого полилограмма, вот такого вот, как сказать, такой мельницы ветряной, и еще одной ветряной мельницы, которая отделена от этой части некоторым фиксированным расстоянием. Математически, для того, чтобы описать, что такое часть, требуется просто понятие абстрактного подмножества плоскости. Часть это конкретное подмножество плоскости. Вот. Такого вида. Подмножество плоскости желтого вида можно совместить с подмножеством рыжего, повернув на 120 градусов. Видно, да, что как раз вот это желтое перейдет в рыжие, и это желтое перейдет сюда, вот в этот рыжий, и этот же. Программа перейдет сюда. И все остальные части тоже очевидно друг с другом одинаковые. В одном случае надо будет перевернуть. Это чтобы красный с синий. Зеленый так же выглядит. То есть вот картинка. Вопрос, у меня к этой картинке только один. Как это можно выдумать? То есть вот какие вещества там надо принимать, например. Вот такая картинка вообще возникла, да? Мне кажется, с утра кому в жизни не пришло ни одной гениальной идеи. Я здесь умолкаю. Я не знаю, как это можно выдумать, но после того, как это выдумали, проверить это элементарно. Ну да. Ну вот интересно, зачли бы или нет древние античные ученые вот это решение. Ну я как чижист не зачел бы, естественно. Нет, да? в общем вот так все можно вырубать теперь экран значит вам сказать что задача разделение на 5 частей в которых части будут связаны это задача не имеет пока никакого решения ни положительного не отрицательного никто не знает возможно это идет может быть следующий батаракиев явится и предложит какую-то безумную картину из каких-то змеи которые значит эти вот змеи одинаковые друг другу будут заполнять такие чудеса случаются ну крайне редко честно говоря античная задача получила решение которое можно сразу понять посмотреть на него ну да наверное больше просто примеров нет ну да конечно вот у него даже некоторые на фейсбуке а это была картиночка была его аватар так я с ним лично не познакомился хотя я езжу на ту же школу куда он иногда ездит с зимним от школу в районе первого райса а значит что касается например разделения на 7 равных частей но здесь нет никакого ответа ни такого как он нарисовал никакого либо иного задача полностью открыта ну и наверное здесь нормального человека нормальный человек должен впадать в оторок и спрашивать какого хрена мы им платим деньги за что мы общество мы страна живут там какие-то 10 тысяч математиков они каждый день занимаются обсуждением вот таких задач тут значит стоит производство самолетные детали надо делать там еще что-то надо делать а они сидят и режут треугольники на части какого рожна они сидят на нашей шее но ответ на самом деле существует ответ существует и он выглядит следующим образом такое уравнение известно всем правда поднимите руку кто знает это уравнение это великая теорема фирма это уравнение фирма и великая теорема фирма утверждает что решение нет при целых x y z n n больше 2 x y z положительные вот классическая формулировка великой теоремы фирма казалось бы на исходный вопрос я дал лишь подтверждающий ответ чем отличается теорема фирма от разрезания треугольника в идеологическом смысле слова ничем тоже какое-то странное уравнение написано и зачем-то его решают да его решают в царе триста пятьдесят восемь лет более тысячи ученых вот просто каждый год начиная с 1637 по 1934 когда она была полностью решена были какие-то на эту тему продвижения публикации обсуждения форумы были там какие-то трагедии в жизни людей люди сходили с ума другие люди там разрабатывали большие теории на этом и спрашивается все таки почему так вот получается что самая великая наверное вообще из всех решенных задач самая знаменитая из всех решенных задач математики великой теоремы фирма как она ну как бы сказать может помочь обществу вот я расскажу именно про нее потому что когда вы увидите как она помогла обществу вы сразу поймете почему вообще математика содержит ситуация следующая процессе доказательства великой теоремы фирма была очень далеко разработана и продвинута вперед теория так называемых элитических кривых это не очень школьный материал но можете мне поверить на слово я вам скажу так элитические кривые это кривые третьего как говорят порядка то есть когда многочлен некий написан многочлен от x и y у которого степень 3 ну вот квадратные там квадратные с горем пополам про них человек что знает все а вот когда начинается степень 3 там начинается непреодолимые сложности и очень много разных задач и в частности как бы ну наверное две из семи вот этих проблем Клея великих связаны так или иначе с элитическими кривыми одна прям напрямую вот так вот а что же такое с элитическим кривыми а вот что такое у каждого из вас даже у такого ретрограда как я здесь находится какая-нибудь кредитная карта какого-нибудь банка каждый из вас скорее всего имеет какой-то личный кабинет где-нибудь в каком-нибудь я не знаю в госуслугах или где угодно еще многие имеют какие-то вот такие приборы почти всех у меня я хожу с таким телефоном но большинство используется телефон новой формации и там тоже значит зашиты всякие предложения так вот во всех случаях речь идет о приватности правда то есть если вы входите к себе на страничку какого-нибудь вк или куда угодно там личный кабинет важно чтобы другой человек туда не вошел так вот это приватность сегодня вся замоделирована на основе элитических кривых все целиком все что связано с любыми личными кабинетами любых устройств просто вот половина жизни любого человека такой материальной жизни с этими всеми заходами какие-то личные кабинеты какие-то странички соцсети и так далее во всех случаях происходит шифровка и дешифровка по принципу элитических кривых на эту тему написано прекрасная книга которую я всем рекомендую она называется так блокчейн bitcoin криптовалюты на русском языке по-моему вот так она называется но значит у него авторы а пошерстник и протусевич все любители серьезной математики конечно знают школу 239 в санкт-петербурге президентский лицей протусевич является его директором уже долгое время директором 239 лицея самый наш главный кузнецей международных кадров и вот они вместе с коллегой написали книгу в которой механизмы шифрования и дешифрования объяснили и показали как там используется криптовая это сам как используется электрический привык криптовалюта естественно например bitcoin криптовалюта bitcoin основана на решениях вот такого вот уравнения это типичная электрическая кривая на плоскости координат xy она вырисовывает что-то вот в этом роде вот такую загогулину примерно ну и там значит механика стоит том что берется сейчас я наверное страшные слова скажу система остатков отделения на какое-нибудь огромное простое число ну вот например если это число 2017 последний простой год который был в истории земли 2017 год и значит вот такие системы остатков они обладают замечательными свойствами которые позволяют решать такие уравнения внутри них то есть пытаться найти пары остатков отделения на 2017 такие что если подставить сюда получится как равенство что значит равенство значит остаток отделения на 2017 левой правой части совпадут вот и вот можно просто перебором это сделать в этом случае можно сделать просто перебором найти все решения но внутри биткоина заложены простые числа размера там 2 в степени 256 и соответственно никаких переборов быть не может и угадать как бы там вот есть способ шифрования при котором как бы человек который посылает эту информацию другому пользуется неким приватным там кодом а у всех есть публичный код но вот эту всю механику вот это книги объяснили я всем сильно нашкольникам и рекомендую всем вообще любителям математики очень рекомендую эту книгу это первое русскоязычное изложение значит функционирование биткойна на понятном уровне первое и наверно последнее я не видел текст ну хотя текст на хабре тоже ничего но он короткий слишком а вот здесь прямо очень хорошо вот так что как сказать вроде вот изучали изучали даже какой-то ученый занимавшийся алифмической остатков он очень я не помню его фамилию это было где-то 30-е годы какой-то иностранный ученый и сказал я горжусь тем что я занимаюсь областью которая никогда не будет применена в жизни в частности проклятыми военными для убийства людей сейчас он коробу вертится потому что она на этих числах основана все что связано с военным там все шинтование и кодирование военные сказали ему огромное спасибо и поклонились ему тоже ну как динамит примерно как бы сказать раз в теореме фирма так случилось значит если угодник то так может случиться когда решали там многочисленные задачи по комбинатурной геометрии а впоследствии ну там есть совершенно подтверждаемая всеми профессионалами связь что кто хорошо разбирается в комбинатурной геометрии тот в информатике пишет короткие хорошие сильные алгоритмы здесь как бы применение заключается в том что ум оснащенный математическими задачами увлеченный ими занимающийся абсолютно абстрактными математическими задачами он настроен на изобретение каких-то алгоритм неожиданных красивых и так далее ровно так устроено приложение математики на самом деле просто вот ровно таким образом она вообще устроена всегда пока какие какие приложения имеет ваш теория никогда не бывает прямого ответа такие-то всегда бывает ответ как правило вот он идет так что человек который изучил очень сильно прокачал свой мозг поэтому когда там берут на какие-то собеседования видели да я значит справился с его задачей что он дает на собеседование правилами были такие что я не видел до этого я должен был сразу решать я решил его задачу решил там еще задачи собеседования я не справился с одной задачи ровно знаете какой задачи из китайской средней школы не справился я пришел домой до решал решение было некрасивым потом мне показали красивая что я быстро решаю задачи но вот факт то что я справился с задачи и он у нас к другим и а с этой я действительно не справился за значенное время задача была такая дана огромная окружность и так и вот сюда вписана окружность в этот квадрат да то есть дана окружность которая в два двойной вот такой вот два на два квадрат и еще вот такая требуется найти площадь вот этой лунки ну там например если вот это равное я не справился но за за имеющиеся меня там три-четыре минуты если не справился потом я решал решал сложно было более просто решение но суть в том что дал китайская средняя школа оказалась ладони чем все задачи собеседования поэтому не удивляйтесь что китайцы снимают все места во всех корпорациях я там потом я интересовался в общем китае в соответствующий год эту задачу решила несколько сот тысяч человек за это же время значительное но много китайцев решили задачу так ну вот теперь я наверное объяснил да почему общество терпит математиков потому что никогда не поймешь что от них ожидать вот сидят сидят надо эти задачи а потом какой-то изобретать ну какой-то человек практического склада ума посмотрел на это блин я сейчас слушайте я сейчас такую выдумываю да как с функцией жуковского было девятнадцатом веке жуковский выдумал некоторую функцию комплексного переменного совершенно абстрактную что-то там поизучал поизучал ее а потом в начале двадцатого века когда был вопрос может ли самолет летать быстрее птицы она пригодилась самолеты первые детали очень медленно 120 150 км в час и когда стал вопрос а можно ли выдумать какую-то железную птицу которая будет летать значительно на порядок быстрее формулу крыла взяли из функции жуковского ну и чтобы совсем уж добить эту тему формулы сложения скоростей которые использованы в теории относительности то есть которые выполняются в отличие от обычной формулы v плюс w выдумал за 10 или 15 лет дейнштейна венковский совершенно просто взял и выдумал и смотрите как прикольно вот такая формула может тоже работать на хрена она если скорость не складывается просто v плюс w ну смотрите как красиво все складывается да и через десять лет дейнштейн говорит так вот ровно так вы устроены в мире то есть изначально был найден другой способ сложения скоростей совершенно непонятный непривычный невероятно выглядящий сложно а потом выяснилось что это тот самый способ который в жизни реализовался замышленно гораздо более сложно чем на начале кажется ну что теперь я расскажу про разные прорывы которые еще были кроме великая теряема фирма великая теряема фирма была доказана в 1934 году там была некоторая история ее доказал эндрю уайлз ну там когда там почитаешь там очень большая роль нашей школы в большей геометрии колываген большой вклад вынес то есть там на самом деле у вас за сзади стояло десять вщеных из которых первым половином было наших но в ремонт случае последний гость конечно забил он отрицается вот он уехал в 1986 году в деревню и сказал увез жену увез детей и сказал я буду заниматься великой теряем фирма все в семье я никуда не буду я полный затвор у меня будет теперь вообще и вот то есть он не сказал сколько лет он просто сказал я буду ею заниматься я вижу уже подход где она может быть возможно может тишина и 1 3 он представил доказательства на конгрессе в королевском матом обществе и британии а потом сам же нашел ошибку и это было да то есть он там как бы интервью что на грани краха всем лет да но потом насчет он пригласил молодого аспиранта вместе за полгода ее полностью исправили этот пробел на грани и вторично представили и уже как бы вторичное доказательство проверяли много много раз уже осенью где-то оно возникло 93 потом идея его возникла осенью потом она была допилена до конца я помню такую ситуацию октябрь начало октября 93 года а как-то в июне вот то что доказано она пробежала потом как он очень быстро нашел ошибку и уже отбой был ну и все решили что опять все понятно мимо меня вообще это прошло то есть я до встречи куда-то походил в Карелию походу вот этот раунд прошел мимо меня а вот в октябре у нас четвертый курс мифмата мы стоим и смотрим как долбают из оружия тяжелых по белому дому шел такой эпизод московской жизни яйцин брал белый тон и мы все собрались в окон и смотрели ух ты блин смотри война в москве это же последний раз 1820 году было когда еще такое видишь да и тут заходит преподаватель как ерундой вы тут маетесь терен фирма доказано что вы видите за свою минуту абсолютно как вот так доказано ну и потеряли полностью интерес к текущим событиям совершенно не поимели интерес к терене фирма в общем она закончилась все годы жизни гипотеза рождается и гипотеза помирает становясь теоремой ну наконец 23 начало 24 и последний исполнитель эндрю воровался так а кто знает еще одну величайшую проблему которая была решена не так давно я имею ввиду именно ее гипотеза бонкаре я наверное смогу ее сейчас на пальцах объяснить формулировку хотя она будет немножко более сложной чем великой терен фирма значит у нее интересная судьба значит ее доказал 2000 она была объявлена вместе с еще шестью проблемами в списке проблем клэя вот этих семи на третье тысячелетие и через два года после объявления ее решил григорий перельман да и он от денежного приза в миллион долларов отказался ну и до сих пор он сейчас не дает интервью он живет в петерфурге и полностью затворнические ведет облаши можно попросить у вас на интервью перельмана нам было бы круто быть первым изданием который так каждое здание круто быть первым изданием никому не дает интервью никому и вообще он в полном затворе находится лично я с ним не знаком но я знаю много людей которые с ним лично знакомы и он как бы из миг протокарта из какого мира социума он ушел он живет в своем мире но тем не менее значит это было действительно потрясение всемирное но давайте однако я расскажу в чем у нас заключается потому что в газете известия на 2002 год момент когда он доказал и все это везде гремела была написана неверная формулировка гипотезы конкаре абсурдно неверная если здесь сильно интересующиеся математике математикой люди или даже профессиональной математикой тогда сейчас я сформулирую чтобы как бы можно было оценить в газете известия было написано перельман доказал односвязность трехмерной сферы сейчас я поясню все значит смотрите возьмем какой-нибудь объект например футбольный мяч у него есть несколько свойств во первых он конечного размера его можно поместить какой-то ящик даже если очень большой футбольный мяч его можно поместить в какой-то ящик да ну будем происходить из поверхности пусть поверхность мяча материал да из которого он сделал дальше он двумерный то есть поверхность мяча двумерна в том смысле что можно провести две перпендикулярные друг другу прямые на его поверхности а третье уже будет упираться куда-то в пространство выходить за предел это значит определение двумерности и в каждой точке он совершенно одинаково выглядит локально вот у некоторой окрестностей это просто заплаточка заплаточка где бы ты не взял маленькую окрестность точки это такая заплаточка его можно выпрямить и положить просто на стол значит объекты такого рода называются гладкие многообразия когда можно математический значит когда в каждой точке окрестность объекта устроена совершенно одинаково от точки к точке и везде устроены как какая-то заплаточка но вот если это обычная заплатка это двумерное многообразие если заплатка на самом деле представляет из себя кусок трехмерного пространства на то есть внутренность оборот мяча то мы говорим о трехмерном многообразии если на самом деле надо выйти как в четвертое измерение представить себе четыре это гладкие н мерные многообразия вот которые так устроены значит дальше когда мы можем их поместить какую-то конечную область мы говорим компактные без края и без края внимание я чуть-чуть чуть-чуть здесь кое-что замел тот ковер я не стал говорить о замкнутости прошу не отвлекать это не очень важно техническая вещь вот значит компактная включает себя вот эту вот ограниченность по размеру и замкнутых в некотором математическом смысле ну как бы грубо говоря нет никаких проколов и дырок здесь вот эти гладкие нерные многообразия компактные без края возникают из решения систем уравнений со многими переменами то есть например если мы возьмем стул вот этот стул возьмем вот я его как бы как-то разместил в пространстве да потом как-то еще разместил пространстве еще да значит сколько параметров задает размещение стула в пространстве кто первый даст правильный ответ вот сколько мне нужно параметры чтобы точно задать положение стула вместе со всеми поворотами 6 именно 6 3 параметра за центр тяжести и 3 за оставшиеся варианты вращения вот значит когда мы пишем множество всех конфигураций стула в пространстве она естественно становится шестимерным многообразием совершенно нетривиальным видом соусленным всяким вот поэтому многообразие важны потому что физика это та математика которая полностью обслуживает науку физика вот значит соответственно из физики это приехало ну а наш мир в котором мы живем локально это просто трехмерное пространство три перпендикулярные оси и всевозможные точки с тремя координатами но если мы-то далеко 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 туда поедем на какие-нибудь звезды которые находятся в миллиардах миллиардов километров согласно нынешней космологии там начинается уже серьезное искривление нашего пространства глобально она не нет это не что-то такое они не просто во все стороны да то есть селена конечно это будет сейчас все так считаются ученые да ну нет не то что там есть понятие видимая часть селены все сложнее но как бы суть том что то место где мы живем это гладкое трехмерное многобратие и видимо без края но если мы верим что никакой точки такого не может быть до в реальном материальном мире то мы говорим о многообразии без края соответственно это просто то место где мы живем это тоже гладкое трехмерное многобратие компактное если мы верим в конечность так вот есть еще одно свойство которое наиболее сложное из всех формулируемых в гипотезе понкаре свойство называется односвязность я вот его произнес да односвязность если бы я оставил слово связность оно бы было ну визуально очевидным да два куска или один кусок как вот с этим треугольником патракеева да было там вот эти зоны цветов были несвязные они состояли из двух кусков ну и соответственно если бы я сказал связность да это означало бы один кусок но односвязность это более да конечно мы будем иметь дело только со связными многообразиями так вот что такое односвязное сейчас я объясню вот у меня футбольный мяч а вот у у меня камера велосипеда или машины кому что нравится больше велосипеда да представьте себе что вы маленький такой вот клещ лучше таракан давайте таракан да а то клещи у нас теперь в подмосковье крути стало раньше читалось что клещи начинаются с урала а теперь клещей в подмосковье ужасное количество на дачах везде везде ну а значит вот этот тараканчик маленький совсем он ползет по камере тоже видит ну как бы какой-то двумерный объект клещи ну а глобально увидеть что она вот как-то заузливается вот так а кругом он не может он бегает по ней он может это усмотреть тем не менее если ему скажут вот грубо говоря на твоей поверхности можно обвязать веревку так что эту веревку нельзя теперь с нее снять то есть нарисовать петлю которую никак нельзя подвину ты и не приклеиваешь ты и остаешь болтаться оставляешь болтаться может побольше данный за что было видно давайте побольше ну давайте будет шина да побольше да шина машины и вы берете ниточку и оборачиваете вокруг вот этого защитобода вот так через внутренность и не приклеиваете а завязываете узел и оставляете а потом пытаетесь ее снять понятно что это невозможно вот когда это невозможно мы говорим что наше многообразие не односвязное потому что если вы ниточку не и воде а как-либо ее обвязали вокруг когда вы конечно не можете скинуть вот соответственно мы говорим что сфера которая проезд исключает формально называется сфера а вот вот такая камера формально кто знает каким словом называется тор правильно на торт сфера на сердце тор не односвязи кстати можно еще и вот так провести и тоже снять будет невозможно что не так интуитивно но если вы подумаете вы поймете что даже не получится сейчас делать с такой веревкой вот то есть целых два класса как бы веревок которые нельзя снять по-разному устроенные это уже приглашение в теорию гомологии так называемую но про нее сейчас мы говорить не будем а гомология и гомотопия это вот такие сложные слова из области или высшей топологии но суть в том что мы ищем вот веревочки которые нельзя снимать если мы можем найти и говорим что многообразие не односвязное если не можем то односвязное теперь что такое сфера обычная сфера поверхность футбольного мяча задается уравнением x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат равно один трехмерное пространство согласны? ну а сфера получается двумерная из-за того что одно условие поставлено как вот это вот из трех осей одна ушла у нас получается такая поверхность а чтобы сфера оказалась трехмерной чтобы нам можно было на ней жить вот то у нее должно быть уравнение ровно на одну координату просто больше то есть должно быть рассмотрено четырехмерное пространство координатами x, y, z, t и в нем совершенно такое же похожее уравнение как у сферы или у окружности на плоскости тоже ведь такое же такого же вида уравнения на плоскости мы выделяем одну линию вот такую круговую называем ее окружность она задается уравнением x квадрат плюс y квадрат равно один ну такая самая простая да 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 ну это такая трагометрическая окружность задается этим уравнением это вот самая простая сфера задается вот таким уравнением так вот в четырёхмерном пространстве трёхмерная сфера задается вот этим уравнением ну тримиально доказывается так же как в предыдущих двух случаях и демонстрируется, что она односвязана поэтому то, что всё сформулировали в гамч-известий это абсурд все знают, что трёхмерная сфера односвязана Feldman доказал другое что любое трёхмерное компактное многообразие связанное, естественно, то есть один кусок, связанное, например, на компактное многообразие без края, односвязное, любое такое многообразие на самом деле является сферой с точностью до с точностью до того, что мы ее помяли, немножко порастягивали, то есть топологически, например, если я взял мяч, мяч из резины, и сильно его вытянул, но нигде не рвал, нигде не склеивал, вот я его вытянул, по-прежнему топологически он представляет собой мяч, то есть это, как мы называем, такие преобразования, гомеоморфизм, топология, в общем, как бы, немножко искореженная поверхность мяча. Но вот наше многообразие, место, где мы с вами живем, если оно предваряет вот этим условиям, то мы на самом деле живем на трехмерной сфере. И все. Никаких более сложных объектов у нас не возникнет. То есть, грубо говоря, если мы верим в выполнение всех условий для нашего пространства, то мы живем на трехмерной сфере. Это то, что доказал перед нами. Абсолютно строгая формировка. Что про вот это, да? Давайте подумаем, что могло бы быть опровержением односвязности. То есть, в каком случае могло бы оказаться, что мы на сфере не живем? Но эти условия слишком очевидны, чтобы про них говорить. Они, по идее, все выполнены для нашего пространства. Значит, речь только в односвязанности. Что такое неодносвязанность? Это значит, что я взял ракету, полетел на ней, запустил ее или полетел сам, не важно. От ракеты остается ниточка маленькая. Все время вот она летит и оставляет след в виде нитки. Летает там много-много, миллионов, миллиардов лет, сколько хочет. Летает, возвращается в исходную точку, нитка замыхается в окружность, да? Я беру за эту окружность и начинаю ее стравливать обратно, да? Снимать, снимать. И вдруг упираюсь, уперся. Идет дальше. Вот оттуда нитка пришла, вот отсюда, и я ничего не могу сделать. Вот я так встал, и вот так встал, и все дальше, и это не идет. Ну, вот ситуация ровно вот такая, правда? Если вот здесь прилетает ракета, она постягивает, постягиваться потом не будет. Потому что я сюда тянут, и с той стороны оно как бы разрывается, оно должно разорваться. Может это такое быть в нашем пространстве? Нет? Я не знаю, это никто не знает. Но если мы верим, что такого быть не может, то мы живем односвязанно. Можете? И тогда по теореме Теремана, Фон Каре, мы живем на Терменке. Вот что такое, не будет за Фон Каре, доказанная Теремана. Потому что я столько линсинуаций вокруг этого видел, чего только не происходит, какие-то обсуждения не ведутся, да? При том, что ничего нет, в общем-то проще, чем понять условия и знать формулировку. Доказательство это тысячи страниц? Тысячи. Очень много, я не знаю, да? Дело в том, что количество страниц, может быть там и 200, например, но таким языком, что если их изложить толково, то будет тысяча, да? То есть тут, по-моему, в исходной статье 200, но в общем, это никому непонятно, кроме очень крутых, но от физиков, потому что для всех очень тяжелых, те времена. Вот. Давайте поговорим еще про некоторые задачи, совершенно замечательные, которые стояли, 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 и вдруг стали трещать. Одна из них, это самая старая, невешенная задача математики. Ну, или одна из там нескольких, сейчас часто называют самая старая, но, может быть, в то же время, значит, задача это Евклида, нерешенная задача математики. Про продвижение в ней я, пожалуй, расскажу. Вот. А потом, наверное, мы начнем вторую часть, да, сеанс этот самый, вопросы-ответы, у нас будут? Вот. Значит, и так, что же это за задача? Мы начнем с концепции простых чисел. Поднимите руку тех, кто помнит, что такое простое число. Честно. Честно. Так, ну, какое-то качество рублей условно есть. Давайте напомню. Я, как всегда, не уверен. Простое число да. Это такое число P, что P делится только на 1, на P, и все. То есть, ни на кого больше не делится. Среди положительных чисел делится только на себя и на единицу. Среди отрицательных еще на минус единица и на минус 5. Но больше чисел, на которые P делится нет. Значит, простые числа привлекали внимание математиков с самого начала. Огромное количество нерешенных проблем связано с ними. Очень большое. Ну и вот давайте я начну с того, что выпишу какое-то количество простых чисел просто, да, подряд. Возьму, выпишу. До 100 я помню. Дальше на 110 я помню. До 100 1 3 5 7 11 13 15 16 7 21 30 Я часто говорю так, смотрите, Башкирия, Бурятия, Дагестан, это Кабардино-Балкария, это Коми, это Марий-Элм. Да вас тоже дойдет. Значит, Хакасия, это Угнуртия, Хакасия, Краснодарский край, Архангельская область, Белгородская, Ивановская, да, дальше идет Камчатка, Кировская область, Ленинградская область, Новгородская область. Пермь, Край, да, и Ростов, на Дону. Так, дальше, по-моему, Смоленск должен идти, да? Дальше Тула и Ульяновск, дальше идет Еврейская область, дальше, кажется, вот тут у меня есть некоторые вопросы. Раньше, там, дело в том, что из-за кругов многие, несколько кругов упразднили. Это был перед Таймырским какой-то, перед Таймырским какой-то был, Корякский, наверное, Корякский, который упразднен, превращен в часть Камчатского края. Да, и, наконец, Ямало-Ненецкий, да, вот, ну и вторичная Москва, как бы, да? В Москве много номеров, вот, но один из них это простое число 27. Ну и дальше, как бы, вот эти, которые дают уже за красивые глаза, да? Ну, пока вот ни одному из этих регионов такой номеречки не дали. Здесь мало народу живется. Например, 123, безусловно, есть. У нас, как бы, есть два, четыре региона, которые, как бы, вообще по куче номеров. Это тоже связано, кстати, с интересной задачей. Сколько машин можно выпустить с одним окончанием? Это задача, которую я разбираю в своих лекциях часто. Вот, вы можете дома подыграть над этим, да? Сколько машин может быть выпущено, например, с номером 59 русского. В какой момент нужно уже 159? Очевидно, у вас есть 159, да? Вот, значит...